МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У этого места очень древняя история. Она насыщена всяческими изысками в виде дат. Вот, например, первое упоминание этой области связано веком XIV с грамотой сына Ивана Калиты. Кашира образовалась от названия речки Каширка. К концу XV века это уже был город, к сожалению, с не очень счастливой судьбой. Иван III приказал его сжечь, дабы не доставался татарам. Одна из центральных улиц – Советская. Большая часть достопримечательностей сосредоточена здесь и на близлежащих улицах. В исторической застройке центра еще остались здания конца XIX века, которые располагают к уюту и спокойствию. Кстати, в Кашире есть дома двухэтажные, у которых первый этаж каменный, а второй – мезонин. Мезонин – надстройка над средней частью жилого дома. В нашей стране мезонин получил распространение в XIX веке. Может иметь форму цилиндра, реже восьмигранника. Часто эта надстройка не носит функциональный характер, а просто является декоративным элементом. Признаюсь честно, дорогие друзья, водонапорной башней меня не удивишь. И думаю, у вас тоже, сколько мы их повидали. Но именно это сооружение является местной достопримечательностью. Выглядит как замок. Очень красиво. Построена она в начале XX столетия. А вот эта достопримечательность – архитектурный комплекс церкви, введение во храм Пресвятой Богородицы, находится на пересечении улиц Энгельса и Советской. Веденская церковь возведена в первой половине XIX века на бывшей Хлебной площади и считалась главным украшением города. Священное здание стиля классицизма поставлено на высоком месте, словно оно наблюдает за жизнедеятельностью каширы. Площадь Володарского, когда-то это была старая соборная площадь. И где-то здесь находилась крепость. А по правую руку от меня храм во имя Успения Пресвятой Богородицы, который был построен в первой половине XIX века на средства благотворителей-предпринимателей. Храм построен в стиле ампир, с белокаменными боковыми портиками. Опять же, в советское время он сильно пострадал. Здесь был пункт приема стеклотары, склад и автомастерская. Смею заметить, много в кашире красивых, любопытных зданий. Вот и еще одно интересное. Ярко-красное строение – это бывшая городская дума. Построена она в начале XIX века. Хочется знать об истоках. Но кто же нам расскажет более точно и качественно об истории этого города? Конечно, сотрудник местного музея – Краеведческого. Краеведческий музей находится в очень красивом здании. Стены его хранят уникальные предметы изобразительного искусства, фотографии и документы, которые нам поведают о истории края и города. Здравствуйте. Меня зовут Николай. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Людмила Евгеньевна. Людмила Евгеньевна. А кем вы здесь работаете? Я ученый-секретарь Каширского краеведческого музея. Ну, тогда все вопросы точно к вам. Как появилась эта местность? Что здесь было ранее? Что было потом? И как появилась, собственно, Кашира и почему Кашира? Вот я вижу карту. Да, это, наверное, еще до Каширы, да, все было? Да, вот эта карта, которую мы называем археологической картой среднего поочия, дает нам представление о том, как зарождалась здесь жизнь на Каширской земле, дает нам представление о нашей оке, протекающей здесь в широтном направлении. И вот не случайно наши предки называли Аку поясом Богородицы, положенным от Бога для защиты Отечества от завоевателей. Сюда в разные периоды нашей истории приходили кочевники из Золотой Орды, в поздние времена из Крыма, крымские татары, с грабительскими набегами. И вот здесь Ака, текущая вот в таком широтном направлении, была той непролазной стеной, которую очень трудно было степнякам, привыкшим двигаться по водоразделам. Вот, наверное, оттуда, да, сверху? Да, нет, они вот шли с юга, это с юга, там Москва на севере, и вот здесь им приходилось преодолевать эту водную преграду. Вот вещественные свидетельства наличия здесь в прошлом вот таких гигантских животных. Ну вот это я узнаю, это кости, это бивни, а вот это что? Да, это берцовая кость мамонта, там лопаточная кость мамонта, а это зуб мамонта. Зуб? Да, вот это один единственный зуб, которым мамонт перетирал свою пищу, которой питался. Это травоядное животное. И вот эти бивни у нас здесь представлены, это тоже уникальные находки. А сколько всего у мамонта зубов? Всего у него 6 зубов, 4 коренных и 2 бивни. А, то есть бивни это тоже считаются зубы? Да, конечно, это резцы видоизмененные. Ну, я представил просто, если бы я был мамонтом, хорошо, что человек. Ну, давайте прогуляемся еще по вашему музею. Ну, вот я вижу, да, здесь уже более такие экспонаты, можно сказать, не то что современные, но ближе к нашему времени, да? Да, это уже рассказ пойдет о 17 веке, когда Кашира перебирается с левого берега направо, заново отстраивается здесь вот крепость, изображение которой вы видите, и продолжается вот охрана Окских берегов. Ну, очень скоро надобность в крепости отпадает, и Кашира со временем превращается в провинциальный купеческий город. Границы государства отодвигаются далеко на юг, появляются новые крепости, которые берут на себя вот эту охранную функцию. И Кашира начинает заниматься торговлей, мирным трудом, здесь занимается и земледелием, и садоводством, и рыбной ловлей, и, конечно же, торговлей. Ну, я вот смотрю, прям такие красивейшие, красивейшие просто коробочки все эти. Да, вот эти коробочки привозились из Москвы с разными товарами, и вот здесь представлено несколько таких образцов упаковочных коробочек, в частности, вот это икра торгового товарищества братьев Елисеевых, вот такая фаянсовая коробочка. Здесь жестяные коробочки из других московских фабрик, вот в частности, фабрика Эйнэм, кондитерская фабрика, фабрика Абрикосовых. Мимо не пройдешь, царя Сундунга, это тоже связано с купечеством, да, было? Ну, это в каждом доме тогда были сундуки, где-то были кованые, разных размеров, большие, маленькие. А вот этот сундук интересен тем, это подарок нашего краеведа Смирнова, и вообще все, что вы видите в музее, это все подарки кошерян и жителей окрестных сел и деревень и москвичей. И вот этот сундук еще интересен тем, что он имеет хорошо сохранившийся до сих пор музыкальный такой замок. Вот это, вот я поворачиваю ключ. Это чтобы без спроса никто не вошел, как говорится сундук. Да, чтобы даже если ключ случайно в замочной скважине остался, потихонечку сундук открыть нельзя и заглянуть в него тоже нельзя без ведома хозяина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставка под названием «Серебристые облака» посвящена памяти Николая Ивановича Гришина, человека, ветерана Великой Отечественной войны, ученого и священника. До 53-х лет Николай Иванович Гришин был ученым, известным очень не только в нашей стране, но и за ее пределами. Он был ученым-секретарем астронома геодезического общества, занимался верхними слоями атмосферы, занимался проблемой Тунгусского метеорита, планетарными атмосферами, атмосферой Марса, Венеры. И, конечно же, вот здесь представлено его главное детище – это серебристые облака, наблюдения их, фотографирования. Эти облака, предмет исследования Николая Ивановича – это серебристые облака, по-иному их еще называют сумеречными облаками, которые можно видеть только тогда, когда… Буквально короткий промежуток. Да, короткий промежуток, вот в средних широтах, когда Солнце опускается за горизонт примерно на 5-8 градусов, и своими уходящими лучами высвечивают самые верхние слои нашей атмосферы. Кашира богата, конечно, своими людьми, своими замечательными людьми, которые прославили наше Отечество и в области науки, и в области театрального искусства, и писатели, и поэты, и ученые. Ну что же, спасибо большое. Я хочу пожелать, чтобы Кашира славилась не только как город, да, сама по себе, а, конечно же, своими жителями. Будут новые ученые, академики и просто замечательные люди. А Музею процветания. До свидания. Всего доброго. Спасибо большое, да. Спасибо. Эх, хорошо в гостях, но надо успеть до заката увидеть еще много любопытных достопримечательностей. Вот и еще одно место, мимо которого нельзя пройти. Лично меня не смущает нынешнее состояние этого храма. Сейчас в самом разгаре его реставрация. Когда-то Никитский монастырь был одним из самых благоустроенных. На его территории располагалась своя школа и было налажено небольшое производство. В Никитском монастыре находится древняя икона святого великомученика Никиты Гоцкого. Собственно, его именем и названо это священное место. Ну что ж, нам пора двигаться дальше, и мы из города отправляемся в деревеньку, что расположено неподалеку. По одной из версий, свое название Соколова пустынь, эта местность получила благодаря тому, что Иван Грозный любил ездить сюда на соколиную охоту. Но у нас с вами цель совсем другая. Мы отправляемся в гости к очень интересному человеку. Здравствуйте. Добрый день. Меня Николай зовут. Меня Валерий. Валерий, здравствуйте. Еще раз и хочу сразу спросить. Дом очень красивый, далеко видно. Мне сказали, что это не просто дом, это музей-усадьба, правильно? Ну, усадьба, музей, трудно сказать. Но, в общем, как бы дом-музей великого художника, анималиста Дмитрия Владимировича Горлова, заслуженного художника РСМПСР. Дмитрий Горлов – художник-анималист. В его творениях живет целый зоопарк. Спектр деятельности творческого человека был велик. Он иллюстрировал книги, создавал монументально-декоративную скульптуру, изготавливал образцы для производства детских игрушек, оформлял крупные выставки, а также был одним из ведущих художников на известных в России керамических и фарфоровых заводах. То есть вот здесь, скажем так, эти чудеса рукотворные появлялись, да? Все здесь создавалось, все творилось. И знаменитые памятники в Твери, басни Крылова, и Дмитрий Владимирович Горлов был главным художником Гжеэля. Потом он практически восстановил Гжеэль. А вот это вот роспись? Да, это все Дмитрий Владимирович так и расписывал. Вот это вот так и сохранилось, да? Да, все сохранилось. Это вот, видите, ушел он из жизни в 90 лет. Это было 1988 год. Но несмотря на свой возраст, он до конца жизни работал над своими творениями. А скажите, пожалуйста, а сохранились ли какие-то, может быть, работы, труды его? Ну а как же? У нас самая уникальная коллекция его скульптур, его рисунков, около 3000 рисунков, графических работ. Это просто практически невозможно это все представить, чтобы это показать народу. Ну а что-то сейчас мы сможем увидеть? Да, да, да. Я вас прошу тогда, зайдите, пожалуйста, в дом, в мастерскую Дмитрия Владимировича. Так, вот мы находимся в доме Дмитрия Владимировича Горлова, да? Угу. Сразу заметил какая-то... Да, это его резьба для открытия сельскохозяйственной выставки в ДНК. Дам, я понимаю, мастерская. Да, вот это его мастерская. Заходите, пожалуйста, заходите. Слушайте, ну прямо сказка. А это его замечательный портрет, это он уже в Ступино сидит. Может быть, если вас интересует родословный, потому что мама Полине Врангеле, его прямой наследник. Отец его тоже актер. И еще очень уникальный портрет, может быть, вас заинтересует, это Петр Горлов. В честь него назван на Украине город Горловка, да? Да вы что, серьезно? Да, серьезно, вот. Ну, а вы знаете, я из этого города рода. Ну, вот видите, судьба вас не случайно сюда привела. Да, не случайно. Ничего случайного не бывает. То есть это прямые родственники, да, получается? Да, он внук Петра Горлова. И Дмитрий Владимирович почетный гражданин города Горловки. И подали на свыше 60, насколько я знаю, творений для музея города Горловки. Будем надеяться, что они все в Горловке стоят. Будем надеяться, да, там проверяйте, проверяйте. Я еще хотел спросить, очень похоже на иллюстрации, прямо вот как из Маугли. Да, да, да. Дело в том, что Дмитрий Владимирович, у него любимое животное было, волк. А, поэтому вот. Считал, что он очень независимый и гордый и красивый. Вот, например, в 21-м году выходила вот эта знаменитая книга с рисунками Дмитрия Владимировича Горлова. Они совершенно замечательные, и все, кто смотрит, говорят, послушайте, это же просто, как говорится, плагиат из фильма «Маугли». Ну да, я прямо увидел, прямо очень похоже. Потому что все говорят, что это Маугли. Вот волк его. И вот волк, который Дмитрий Владимирович сделал почти в 90 лет. Это из мрамора выбил в 90 лет. Называется «Тоска». Ну, наверное, он тоже был одиноким уже в 90 лет. А вот, кстати, как семья у него с семьей сложилась? Вот так, все потихонечку, все уходили, и он практически остался один. И вот, ну вот мы, слава Богу, Михаил Викторович Шандуренко, замечательный скульптор, прямой потомок и наследник Дмитрия Владимировича, он продолжает все это сохранять. Не всегда все было гладко в судьбе Дмитрия Владимировича. Но он не унывал. И даже во время отсутствия заказов продолжал творить. В первую очередь он считал себя скульптором. Но при нем всегда было творческое оружие, карандаш и ручка. Ими он осваивал бесконечное пространство, безликие бумажные листы. Под занавес его жизни остался внушительный архив и рисунков, и букв. А скажите, это вот единственный зал экспозиции? Нет, ну весь дом практически, это реальный дом Дмитрия Владимировича Горлова. Я просто возьму на себя смелость вам еще показать. Дмитрий Владимирович не только работал там и с резиной, и с керамикой, и с пластикой. Ну и покажу, что он творил еще в одной комнатке. Вот такая старая-старая печка, которую он разрисовал. Ничего себе! Ну такое уже никто не повторил. Николай, я вам еще также хотел бы показать мастерскую современного скульптора Михаила Викторовича Шантуренко, наследника. Вот и там хранятся также потрясающие работы Дмитрия Владимировича Горлова, связанные с памятником Крылова. Если вас это интересует, давайте пойдем посмотрим современно. Хорошо, мы пойдем. Мы с вами находимся в мастерской Михаила Викторовича Шантуренко. Не случайно здесь Дмитрий Владимирович Горлова, это как бы уже я вам рассказал, что в 90 лет он закончил свою работу. Приблизительно очень схоже состояние художника в 90 лет. Не покидая еще, дух его не покидал, он должен был творить. Вот прекрасный портрет Дмитрия Владимировича Горлова. Ну я здесь смотрю и вот какие-то необычные вообще вещи. Необычные, современные вещи, да, 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 да. И это вот материнство связано с Чернобылем, работа Михаила Викторовича Шантуренко. Я думаю, человек, проживший жизнь достойно, должен уходить под аплодисменты, как большой артист, окончивший спектакль. Слышал, что 12 августа 1988 года на похоронах Дмитрия Владимировича та русское небо обнимала огромная радуга. Еще одна удивительная вещь. Художника не стало восьмого дня, восьмого месяца, 88 года, и ему было 88 лет от роду. Восьмерка, как вертикальный знак бесконечности. И действительно, в дар потомкам остались его удивительные работы и приятные воспоминания, которые, я надеюсь, сохранятся на долгие века, ведь его творчество хранят и продолжают его потомки. А вот эти вот... А эти работы горловские, восемь рельефов, вот этих замечательных восемь рельефов. Огромное спасибо, крепкого вам здоровья, чтобы это хранить в таком состоянии. Люди приезжали к вам и, уходя, не имели слов, а просто уносили с собой счастье на душе, как ухожу я. Спасибо за пожелание. Мы будем всегда рады тех людей, которые ценят великое искусство Дмитрия Владимировича Горлова, чтобы они сюда приезжали и получали такое удовольствие, которое вы, Николай, сегодня получили. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Музей может посетить любой желающий. Правда, по предварительной договоренности. Вход бесплатный. Ну а сейчас пришло время для нашей викторины. Итак, внимание, вопрос. В каком мультфильме был использован персонаж по образу и подобию животного, созданного Дмитрием Владимировичем Горловым? Свои ответы присылайте на адрес Ну и не забывайте заходить на наш сайт. Напомню, его адрес. Что касается материальных затрат, то они до неприличия малы. Путешествия по городу практически бесплатно. Исключение музей от 50 рублей. Гулять по этим местам лучше пешком. Ну, разве что дорога до самой Каширы и оттуда до Соколовой пустыни. Как говаривал Карамзин, я люблю большие города и многолюдства, в котором человек может быть в уединении. Люблю теряться душой в разнообразии действующих на меня предметов и вдруг обращаться к самому себе, думать, что я сосредоточие нравственного мира, предмет всех его движений. Или пылинка, которая с мириадами других атомов обращается в вихри предопределенных случаев. Мудро, что тут скажешь. Оказывается, Карамзин был знатным путешественником. Вот и я отправляюсь дальше исследовать новые интересные места Подмосковья. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»